Упал солдат Молчит солдат, но земля под ним гудит Знать шел солдат, ты за правду в смертный бой Знать был народу сын родной Молчит солдат, но земля гудит под ним Знать был солдат, ты в чужом краю родным Знать был солдат, ты народу верный сын и враг У нас с тобой один Своей солдат, ты народу верный сын и враг И враг у нас с тобой один Своей солдат 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Продолжите. 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 а лево Господин поручнический, как же присуда? Не знаю. Господин поручнический, речьте истину. Как вы смете так разговариваете с офицером?! Та что?! КОНЕЦ Извини, но я не мог не прийти. Что-нибудь случилось? Пока ничего. Иди-иди. Ты чем-то золнован. Золнован? Что-нибудь случилось? В нашем корпусе четверо солдат приговорены к расстрелу. Мне приказали привести приговор в исполнение. Я же офицер. И для меня приказ есть приказ. Почему вдруг? Сегодня арестовали папу за связь с какими-то революционерами. Неужели его расстреляют? Да что ты, что ты? Рано отчаиваться, рано. А ну-ка посмотри на меня. Ты решил? Одним словом, ты пришла прощаться, да? А ты должен помнить, что папа арестован, я теперь одна, одна на всем свете. Ты обязан, обязан помнить обо мне, Олег. Конечно. Конечно. Ты для меня роднее всех. Ты для меня не , по-моему, я не могу. Ты для меня непонятно. ГОВОРИЧЕСКАЯ СИРЕЧЕСКАЯ СИРЕНА ЭТОМАНИИ ЭТОМАНИИ БОЕВАНИИ КОНЕЦ КОНЕЦ Оставь! На лево в круг! До пред, марш! Марш! Бежите! Бежите! Бежи! Бежи! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ВСЕХАЕТ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ешь! А? Ешь! Ты кто такой? Для рабочего у тебя слишком красивые руки. И тюрьму ты переносишь тяжело. Ты что, студент? А кто ж ты? Сейчас уже никто. Вероятно, так же, как и ты. Я? Я большевик? Да. Я слышал о них. По твоему выгоду я так понимаю, что ты не русский. Я серб. Ты слышал о нас? Немного. Как и ты о большевиках? У нас в народе так говорят. С одной посуды поешь, мысли друга узнаешь. Ешь. 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 Почему? Бери, бери. Забирай. Следующий. Похвально и трогательно. Здравствуйте, Галя. Постойте. 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 Разрешите помочь. Презирайте. Завидую. Завидую, Олег. Не можете. Почему, мадемуазель? Он арестант, а я уже как может и заметить. Да. Новая звездочка. Взамен друга. Быстро, быстро, очистить двор. Убрать всех до единого. А ну, выходи! Входи. Нет, постойте. Вы обязаны выслушать меня. Не желаю. А я вас заставлю. По какому праву? Да хотя бы потому, что я вас люблю, Галя. И люблю посерьезнее вашего Олега. Да. Моего. Моего. А он? Господин офицер, мадам. Пошел. Момент. Есть. Он, желая прослить героям, забил, забил вас, Галя. Думал только себе. Не старайтесь. Вам не удастся его очернить. Не удастся. Да чего там? Он предан трибуналу, а там для всех один приговор. Ну и пусть. Зато он не тот, кем стали вы. Произнести это, и то противно. Есть ли кто-нибудь, что прямо стрелять? Стрелять! Говорят, 4-5, вольный переворот. Молчат. А если офицер отказался расстрелять солдат? Он политически? Чего? Сам еще не наезд. Спасибо. Пошли мы. Мы с ним целить народ. А я, а я никого не выпущу, пока на то не будет приказа городской управы. Нет, тебе же кажется, по-ру... Тихо, товарищи! Тихо! И да, по-русски говорено, вся власть тепереча в руках рабочих и крестьян. И никакая твоя управа больше не управляет. И да. А я знать ничего не знаю и знать не желаю. Да что вы ему доказываете? Я вон уже камеры открыл. И ключи, мальчим, мальчим. Елене! Олег! Галя! Галя! Господи, не в пору! Марш! Галя! Англ! Ви? После, после чему ми. Не, не, ничего. Ниста, ништа, само говорите. Нистовали револуциу раних отрез. И хотиму да будете наш комендант. О томе после. Айдемо! После о томе. Стојте! Хала вам. Валерий Курас 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 А, тут своего рода хитрость, товарищ Ворошилов. Скидай полеты. О, отслужили свое. Так нам легче, проще было пройти через фронт и сквозь стрелы врага. Форма незнакомая и мало кому понятная. Так, так. Но скажу вам по совести, что и нам пока мало понятно, кто вы. Положу оружие. Отставить. Да, вижу, неверно мне вас докладывали. А что, говорили, что мы контра какая-нибудь? Нет, представьте себе наоборот. Доложили, что храбрые, молодцы. Безусловно, революционеры, раз ни под каким видом не хотят сдавать оружие. А я-то увидел другое. Перед первым попавшимся сразу разоружаетесь. Нет. Поверьте, товарищ Ворошилов, что это первый и последний раз. И только потому, что вы, товарищ Ворошилов, нам сразу не поверили. А что, на лбу у меня написано, что я Ворошилов? Вот он, вот. Шкурок? Шкурок. Поправ по сути не меняй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, только на Голубцов она и рассчитана. А, я так и понимал этот бом-бом-бом-бом. Это колокольный звон и это... У нас так принято встречать высокого гостя. И потом, монт-женераль, ради вам было неприятно видеть русских прославленных казачков, нашу надежду и силу. Что? Представляю, какая сила у красных силов, если ваши казачки так, пардон, бегут от них. Но позволено будет напомнить, что Кутузов тоже отступает. Пардоней-мо, бил Наполеона. Удирает. Это просто мы, но Кутузов имел партизан. А сейчас партизан, пардоней-мо, не уфасся у советов. Да, да. Но советы не нуждаются и в помощи Антанты. Voyons la carte. Посмотрим карту. Вот, видишь эту дорогу? Вижу. Видишь? А ты приглядись хорошенько, повнимательнее. В конце дороги город, где беляки? Ну, дальше. Лес, вот мост, река. Нет. Как? А вот так. Ты не спеша изучи. Досконально. Как свои пять. Торожка! Налей к чайку еще. Предстоит большое дело на этой дороге. Готов выполнить любое задание, товарищ командар. Да погоди ты, погоди. Это дело требует первонаперво чего? Осторожности. Потом хочу предупредить. Держи. Держи язык. За зубами. Никому ни звука, ни ползвука. Потому как ежели сорвется наша задумка, позору засмеют нас даже внуки. При нем не гу-гу. Пей чай и молчи. А, чай. Это я с удовольствием. Да. У вас тут и сало? Это ж по какому случаю кутеж такой? Да так, потолковать собрались малость. А жизни... Ну вот и... Да нет, я говорю вот тут. Угу. Угу. Все ясно, все ясно. Мозгуете тут как генерала Антанты захватить? Угу. А где он? Где? Угу. У артиста б тебе податься, если б не война. Угу. Да нет. Он еще не в курсе. А по правде говоря, у меня бродит в голове такая мыслишка. Бродит. Да. Угу. Ну. Что? Не вздумайте чего добрую его еще укокошить. Да боже сохрани. Какой же смысл тогда за ним охотиться? Верно? Понятно, товарищ командар. Ну вот. Документ. Документ. Ого. Чего? Чего? Чего-чего? Ничего документа есть. Давай, проходи ей. Ладно, без этого. Французы приехали, говорят? Приказа не задерживаться. Проходи. Кесет хочешь? Сама вышивала. С какой стати? Женихов Таганрог посылала. А посылка вернулась. Бери. Барышня. Барышня. Я? Проходите. Не разрешено здесь. Не разрешено. Хочу французов посмотреть. В жизнь не видела, какие они. Скоро уедут? Не разрешено. Не разрешено. Простите. Галя. Галя. Вы? Я никак не могу поверить, что это вы, Галя. Фантастично. Внезапно исчезли. Внезапно появляетесь. Может быть, Дундич поблизости. Вы что-нибудь знаете о нем? Слышали? А вы? Давно здесь? К сожалению, давно. Что? Тянет красным. Вам же хорошо известно, что я всегда говорила правду. Ну, и что же? Я здесь у дяди. А? Да. Представляете эту жизнь? Хочется с вами побыть, а то так не кстати генерала Тантанти. Ну, еще успеете его повидать. О! Да. Да. Ведь я думаю, он не скоро уедет. Это что? Да он ведь что интересует, когда он отбивает. Если вы мне не верите, мы можем сразу же расстаться. Галя, давайте пройдемся. Может быть, зайдем ко мне? Нет. Нет? Ну, тогда поужинаем в ресторане. Галя. Галя, я хочу как-нибудь отпраздновать нашу встречу. И забыть наши прежние ссоры. А, вот ты какая. Да, продажа. Продаешь? Чего орешь? Продаю молочко. Молочко, молочко, молочко продаю. Иди, иди. Куда вы меня ведете? На минутку. В канцелярию. А потом ужинать. Прошу. Прошу. Хорошо. Товар. Ай, глазки, Ану, ты на глазки. Чур! Моя! Я первый увидал. Честь имею. Зовусь Иван Козырев. Подсоедини насильничай. Как барыша сами скажет, какой из нас и симпатичный. Братцы. Я же вечером с французом отбываю. А у вас вся ночь впереди. Прошу. Одну минуту. Уведите барышню в тюрьму. Уведите барышню в тюрьму. Кулебяку на стойке видел? Есть. Тащи сюда. Извольте. Сейчас я тебя напою, накормлю и спою. Ах, птичка невеличка, алкоголичка. Будя. Будя. Ана, пей. Не тяните ей нервы. Пойдем на квартирку. И вечером. Я тебе уже сказывал. Вечером отбываю. А ты не уезжай. Как же можно, когда француз отбываете? О, уж он без тебя дороги не найдет. Пей, не рассуждай, не имеешь полного права. Я уже пила. Вторую пей. Извольте-с. Амбрес. Слышь. Оставайся, не уезжай. Я ведь тебе назывался же. Я квартирьер. И только я один знаю, кого и где поселить. Надолго отправляетесь? Чего? Я говорила, наверное, надолго уезжаешь. Надолго? Постой, постой. Душенька. А ты часом не из ЧК? Ой, 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 ой. Пусти, пусти. Я такой деревни сроду не сбыхала. Нет, ты из себя идиотку не воображай. Ой, ой, ой. Пусти. Сейчас такое условие будет. Или в контрразведку. Ой. Или вот пей. И пойдем ко мне на квартирку. Пей. Не могу я. Пей, не то в контрразведку сведу. Ну? У меня еще есть. Выдрите. Мутит. Эй, эй, эй! Личность. Мы тут. Где у вас тут служба? Извольте по лестнице. Ну давай быстрее. Ты видишь, девица в каком положении. В таком случае провожусь. Тогда, милости просим, по лестнице, по лестнице, потом вниз, откройте дверь в отвор и найдете, что требуется. Давай! И чего бы ты только делала, если б меня на свете не было? Да кому ты такой нужен? Давай, давай! Это был Ходжичи. Ходжичи был. Я не знаю, кто это был, но видела своими глазами, как она пошла с ним под ручку, Смеялась, сделала вид, что меня не замечает. И вошла с ним в дом. Не могу сказать, что за домом возле ходил часовой. Ага, часовой! Часовой ходил! По коням! По коням! Её расставали. Теперь ты видишь, что она вынуждена была туда зайти? Нет, я не заметила, чтобы её вынуждали. Ну, если так, я тебе буду судьёй, Галя. Ты как знаешь, где можно найти этого казака? Ага, даже где живёт, знаю. И с как? Нет, это очень важно. Са мной в город, пойдут! Ваня! Я! Нет. И... Драгич! Сколько раз я тебе сказал? Ого. Валич! Ого! А ты, севраты, и доведи вам батарею. Ого. Пре много благодарны, извиняйте. Ничего, ничего. Хозяева, говорят, ещё не вертался. Верно загулял казак? Может быть, не туда? Может быть, Даша адрес спутала? Восемь девок один я. Восемь девок один я. Куда девки, туда я. Ого, здорово, Станишник! Так за Корнилова, за Родину, за веру. Мы грянем дружная. Ура! Стой, стой, стой. Я ж тебе земля. Ой, ёлки-то чёные! Ну! Гуляешь. А, наверное, того не знаешь, что жену твою атаман свою постель перетащил. Ну, ну. Вот тебе и ну. А батька твоего, когда вступился, нагайками до смерти запороли. Ай. Ай. Ну, фу-фу работаешь, туды твоё. А того не знаешь, что из всей нашей казачьей фамилии один я остался. Ну да. Вот тебе и да. Спасайся, пока не поздно. А то как по лошану, сразу пополам разделю. Он. А теперь всё пропало. Зашибки, наверное, его. Ёж, дыши, дыши. Эй. Эй. А ну-ка. Жалко жизни. Ну? Говори. Фамилию. Чин. Примейте начальника той охраны, которая будет сопровождать французов. Так бы и спрашивали. То бьют по башке. Что она у меня казённая? Значит, чин, фамилия и как его? Приметы? Петро. 500. Штаб. Пожалуйста. А ну рыскну. Ещё. Вот. Чёрт, опять двадцать пять. На всех. Пожалуйста. Ещё. Даём. Скорей. По себе. Довольно. Чёрт, чёрт. Держи. Господа. А что скажете на эту? Знаю, знаю её. Сдобная булочка. Да, да. Штучка первосортная. Почновато больно, а? Да. Толстовато, толстовато. Ну нет, не скажите, граф, не скажите. Третий род хвалит. Как вы смеете, прапорщик? Я не позволю. Скидитесь, прапорщик. Так у женщины может говорить только какой-нибудь красный бандит, а не офицер добровольческой армии. Но я такого оскорбления тоже не потерплю, господин штабс-капитан. И потребую офицерского суда. Офицерского суда. Что вы, что вы, одумайтесь. Поостыньте, Серёжа, постыньте. И вы не гневайтесь на него, штабс-капитан. Простите, не имею чести знать. Я граф Галецкий, Пётр Феопаныч. Очень рад. Кстати, им не нужны, граф? Разрешите она секунду. Сожалею, но ничего не привык скрывать от друзей. Карту. Ваш партник. В банке Двена. Алло, кафе. С удовольствием разделю вашу компанию. Князь Саакадзе. Бывая на Кавказе, очевидно слышал я о моих предках. Ну, как право. Для начала разрешите предложить бутылочку из собственных погребов. Очень мило. Прапорщик. Да? Для полного примирения не сошлите за труд откупорить. Снова Дундич появился? Сатана. Ну, да. Да. Смял какую-то казачью заставу. Вот, черт. И, наверное, ускользнул. Да говорят, чечен-то за ним погнали. Ну, цели их искать. Есть что тут? Ну, идиотцы. Станислав, собери-ка последку. Пятьсот. Прошу. Присаживайтесь. Благодарю, покорно. В банке две тысячи. Возьмете карту? Прошу. Прошу. День за днем заедает и гложет тоска, и вдруг... Такая встреча. Еще одну карту. Представьте, танцует, играет на гитаре, поет романс. Дышала ночь восторгом сладострастия. Перебор. Семнадцать. Да? Прискнем еще одно. Очко. Мал золотник Дододор, прошу вас, господа. Одним словом, дышала бы ночь восторгом сладострастия. Позвольте. Прошу, господа. Благодарю. Но есть тут одно но. Если вы не поможете, граф, останусь на бабах. Неужели пылает страстью, простите, благосклонностью ко мне? Огорчу вас, граф, огорчу. Но если она способна пилать страстью кому-либо, то могу вас уверить, что не вид тот человек. В таком случае завидую вам, князь. Но мои успехи целиком зависят от вас, граф. Пожалуйста, называйте самую высокую цену в царских рублях, в Деникинских колокольчиках, керенка. Сколько угодно заплачу за сегодняшнюю ночь. Вы что? С ума сошли? Вы и сами предлагайте. Господа, господа, вы меня не поняли, не поняли. Ну, разве вам граф не сообщил, что вместо вас назначен сопровождать этого Бонапарта? Ах, вот как? Ну, да. Ну, с чем вас и поздравляю. А, честно говоря, не хочется из этой старой песочницы лишаться такой соблазнительной ночки. Благодарю покорно. Но за ваши скомканные кредитки я тоже не намерен поворачиваться за, ну, скажем, вежливо, спиной к фортуне. Простите, но никогда не мог подумать, граф, что вы можете поверить паническим слухам. Что вы имеете в виду, князь? Да эти сами разговорчики, что вокруг города будто кружится Дундич и охотится за этим Наполеоном. Не стану скрывать, но эти соображения немало стоят. Хорошо, могу предложить золотой царской чеканкой. Не знаю, как кому, а мне моя жизнь кажется дороже денег. Даже золотых. Сыграем на золотой? Сыграем. Прошу и меня, Карточка. Тем более, что воспользовавшись вашим отъездом, можно будет непроданную голову уложить на подушечку вашей балеринки. Имею честь. Сорвалась? Не говорит. Играем. Ваш благородие, велено подать вам фонтон. Во-первых, не фонтон, а фаэтон, дурак. Так точно. Во-вторых, не велено, а приказано, болван. Так точно. А в таких кем? Имею честь и знать, ваше благородие сказано доставит штаб, ваше благородие. Ну-ну. Эй, едут! Едут! Смирно! Ваше председательство, вы должны остановиться, заправить броняки и напоить лошадей. Слезай! Ваше председательство, вы должны остановиться. Медери, древние, все, поедали до вашего отдыха, ваше председательство. Вы что-нибудь разобрали? Все! Все, это и древние, подъятровлено до нашего отдыха, ваше председательство. Руки вверх и только без шума! Свои, свои, свои. Вы имейте возможность, болваны, познакомиться с буджоновцами из интернационального эскадрона Дундича. Эй, ты, Белобри, руки вверх! Подымай! Не обойтесь, господа казаки! Из вашей собственности нас интересует только один пустяк. Оружие! Оружие! Помогай! Только оружие! Вы поймете? Да, да, входите. Как понимаете, тут маскарадность, Юрьевна. Красный и близко. Даже в этой комнате, рядом с вами, мой генерал, охотно представлюсь. Командир интернационального эскадрона первой кони, Алекс Дундич. Или как русские друзья меня называют. Иван. Жанно, в франции. Ваня. Я не люблю русский шутка. Я представлял здесь 14 держав. Это только доказывает, что наша работа требовала усилий. Садитесь. Вы, наверное, не знаете, что я собой представляю. Знаю. Генерала Антанты, сеющего в России, смерть и голод. Но теперь вы пленник. В этом портфеле карты и дисликация войск. Это невозможно. Я солдат. Садитесь. А я его. Вы пленник. Попытайтесь поскорее понять это. Силву, прошу. Поддайте мне. Не сам тебя за дипломатику. Расович. Вы русские или вы... Красные. Сервенни. Он-то не разумеет. Красные. Де гуж. Узмит. Пишите. Письменно укажите количество частей вооружения. И разъясните основные идеи своего плана. Экрибей. Так что я. И даже этот болван, и тот счел необходимым сразу же явиться к нам. А вы? Но я очнулся в лесу, далеко от города, господин полковник. И потом я прошу не ставить знак равенства между мной и этой скотиной. Да нет. Он, пожалуй, поумнее. Его хоть силой утащили в лес. А вас? Вас-то, граф, обманули. Просто надули, как самого примитивного... Простите. Дурачка. Простофиливы, граф. Вот кто вы. При всем уважении к вам, я не могу позволить так с собой разговаривать при нижнем чине. Простите. Портфель. Вы больше не офицер, граф. Позор, срам. На всю Россию срам. На весь мир. Какой-то там голундич заарканил генерала Антанты. Подумаете? Да-да-да. А помог-то ему кто? О, вы. Вы! Я сопротивлялся. И, видите, ранен. Мало. А расстрелять вас, и то мало, граф. Ваше высокопредосходительство. Господом Богом молю. Во имя отца моего, генерала Галицкого, воевавшего под вашим командованием, разрешите искупить вину. Из-под земли, но достану бандита. Хорошо, граф. В память Феофана Ивановича поручаю вам изловить вашего сообщника Дундича. Ваше высокопредосходительство! Ваше высокопредосходительство! По всем дорогам направить на поиски карательные отряды. Найти и... Да, уничтожить. Господа офицеры, исполняйте. Эта печень атакует меня неожиданно. Слово, красная конница. Конец. Конец. Давай. КОНЕЦ КОНЕЦ Ничего, ничего! КОНЕЦ Не плачь, Ташка! И вот что! Передай это... КОНЕЦ КОНЕЦ А вы к нашим передэту порашировали буденному собственные руки! КОНЕЦ 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 Ты умная, ловкая, сделай пока не поздно, что с ними попали на руки! Да, ты всегда меня с трёхостью посылаешь на задание! Нет, нет, не думай так! Что так думает, Даша? КОНЕЦ Сколько же этого поперек только будет, то сейчас не узнаю этих планов! Ладно! Я твоя дурак! Умный, крабрый! А я скажу дурак, если тебя не бережёшь! А ты тоже сумасшедшая! Не смешно тебе только два дня! КОНЕЦ 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 Это может оказаться вашим недалёким будущим. Куда? Стой! 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 А был слух ты убит! Отпустили с того света, как с кем распитаться. Тундрич! Тундрич! Вот он! Вот где! Винтовку! Винтовку! Стой! Винтовка! Ура! 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 Вод, ввод! Вàsくет, ввод! Вод, ввод! Взяв! Стой. Вставай! Как ты ешь? Кошко! Кошко! Пусти! Пусти! Ух! Майку! Господи! А где твои? Где чужие? Пусти! 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 КОНЕЦ Охвативай фонды! Откружай перед кольцом и крой! Крой! КОНЕЦ 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 ЧТА ТИ Е? АЛЕКСА ЯС СЕ НЕ БОИМ, АЛЕКСА АКО СЕ ОД НАС ТОГА БОИМ, РАНО ТИ НАТОПИЛА Мирка, я не говорил тебе, Александр. Я и зрачен. У случая, когда мы увидим. Бога мне, Мирка, я так не знаю. Слышал, слышал как страдали швейн. Что ты? Она тогда пошла на пазар, а я... Открывался войск. Парламентёр. Ну-ка, привезли себя в порядок. Вы окружены. Всякое сопротивление бесполезно. Сохраним жизнь, если вернёте планы. Вы, господин Хордич, мало изменились. Разве форму другую надели? Хозяина переменили. Куда чешу? Отказывайся от всяких разговоров. Отвечайте. Сдаётесь? Торопитесь? А я-то думал, что мы, земляки, подробнее поговорим. Повторяю. Сдация им... По коням! По коням. Да! Антанту свою захватите! Мы не намерены их кормить и поить. Я вас это... Никогда не заб... Никогда не забывайте! Ещё... Ещё коллегам расскажите! А то они могут их лучше выхлебнуть! Здрасте, батя! Ой, если бы вы знали, что я сделала, я к великам в тыл ходила. А я... Чё? Я родитель? Разрешил? А вы имеете право, я героизм проявила! Ну, а что другое? На это родитель ещё имеет право! Да что вы по ногам? Для этого есть место, туда и бейте! Ну, ногам будет больно, так голова поумнее. И не реветь! А я и не реву! Дерётесь? А то вы не знаете, что может Дудич вместе со своим отрядом уже погиб! А запрехню, я ещё раз сыплю! Батя, вот! Где-то кто? Где? Кто это? Ой! Видел Алексу, даже разговаривав с ним, ни одного вопроса у вас. Хотя, вашему другу хорошо известно, что вы моя пленница. Вот именно вы не арестовали, а замуровали меня. Я так до конца и не понимаю, чего вы добиваетесь. Признание? Да, но ведь меня никто не допрашивает. Почему? А вы не числите за контрразведкой. Я многим рискую, пока скрыли ваш арест. Значит, мои догадки... Соответствует действительности. Так вот, какого признания вы добиваетесь. Чудовищно! Вы животные. Нет, хуже. Зверь! Совсем наоборот. Ваша любимая, считаясь вашей молодостью, послалась на верную смерть. А я? Я вас спасаю, рискуя собственной жизнью. Ну так, кто же зверь? Он? Или я? Да. Вот. Лучше посмотрите на себя, чьей семью. Боже мой! Узнаешь его? Лучше... Твою бумагу. Хорошо. Хорошо. Ну, вот видите, люди живут, гуляют, веселятся, а вы... Да-да, зяблик тоже прячет голову, чтобы не видеть страшных вещей. Ну, во всяком случае, кафа с ликёром куда приятнее морковного чая из консервных банок. Всё-таки ты никогда не думала, что ваша охвачена такой убийственной тоской? Не понравилось, значит? Наоборот, как же мне это, может, не понравится? Нет, нет вам смысла в 22 пропадать из-за какого-то бородатого Маркса. Зовите Алексу и заживём, как русские говорят, во всю Ивановскую. Они ещё в таких случаях говорят, вот вам фига под нос на костном масле. И эта интеллигентка, русская интеллигентка, обратно в тюрьму! И никто вас теперь не спасёт, даже ваш любимый Дундич! Ой, если бы он это знал, он был бы тут, несмотря что город в ваших руках. Ммм, прелестно, учнём, постараемся, чтобы и узнал. Я, я, я не то, я не то хотела сказать. Вот за это и спасибо. Прекратите, азиаты! Сейчас же они уйдут! Прекратите! 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 Ракус, я уже влету! Что ты сказала, мадам, повтори? Как можно позволить себе такое? Нет! Повтори, что ты раньше сказала, мадам! Стреляй, скотина! Стреляй в дворянку дочь полковника! Стреляй! Господа! Что же это, господа? Молчи, а то в зёрнах на люстре! Ну, на! Да, офицеры! Слушай! Пу! 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 Круп с араком! Пу! 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 Смирно! Всем смирно! Именем генерала Шкуро я начальник контрразведки приказываю уняться! Слушай! Я думаю, за оскорбление нашего мундира мадам уже расплатилась! Смирно! Смирно! Лаква! Сухая лента, жёлтная лента, ты нам волнуешь. Крюк, от пальких кольцах… зверя, ты сэнки, и вам ладим рукой… Смирно! Ураненых! Госпожа! Не пойти лимонучи отсюда. А почему? А что вас шокирует? Да-да, цыгане. Цыгане мы. И напрасно смеетесь. Мы ведь тоже кочуем. Только это называется наступление. Отступление или попросту драк. Что-то грустно без гитары. Не лучше спить мне про любовь. Или поехать лучше к яру. Там разогреть шампанским кровь. Да возьми с собой гитару. Чтобы было веселее. Две гитары за звене шаробнал заныли. С детства памятный напев. Старый друг мой, ты ли? Если вы считаете себя не лучшей цыганке, То учитесь у нее о бодрости духа. Да, но и стоит захотеть. Она завтра будет у вас. Почему? Поговори-ка ты со мной, Гитара семиструнная, Вся душа полна тобой, Ночь такая лунная. Почему она хоть завтра может быть в Москве? А потому, что ни границ, ни застав для них не существует. И паспорт у них единый. Что для белых, что для красных, Что для серо-буро-малиновых. Цыганское вранье, песни и пляски. О, какая блестящая мысль. Что это? Ведь это ничего. Голова... Настя. Настя. Садись, Настя. Садись. Гадать умеешь? А какая же цыганка гадать не умеет? Ну? А мы всегда гадаем своими. Хочешь, твое настоящее имя скажу? Сережа тебя зовут, да? Нет. Павля мне зовут. Ходжич. Правильно, по-вашему Павел Ходжич, А по-нашему Сережа, да? Ну, ври, ври. Молодой в любви счастливый, Только любовь твоя недолгая, да? Одну за руку держишь, А на другой засматривайся, драгоценный. Освободи мысли от дум любовных, А удача сама к тебе придет. Большим человеком будешь, Сам себе не узнаешь. Понял? Понял. А хочешь, я тебе погадаю? Дай руку, красавица. Ну, интересно. Первый раз вижу, чтобы цыганки гадали. Вижу я, обрывается твоя линия жизни. Стоишь ты на краю могилы, красавица. Где ж обрывается? Вот моя линия жизни. А что он там за спиной стоит, что я уже арестована? Вот-вот. От тебя зависит жизнь твоя. Нет, красавица, не всегда от тебя жизнь зависит. Да, вижу, понятливая тень. Поговорим, потолкуем. Моя сыньяка, моя сыньяка, моя сыньяка, Гоя, зова цвето, цвето, Олега, что я тебе скажу? Галя жива, понимаешь, в тюрьме. Ну да, а не врёшь? Вот, на площади цыгане танцуют и поют, слышишь? Так вот одна из них с Галей в тюрьме сидела. Понимаешь, я её сейчас сюда доставлю и всё в точности расспросит. Пойдём, пойдём, скорее Дунтичу покажу. Вы куда-то не волочишь. Дай послухать, писава душа. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Она просила привет передать и сказала, что любит тебя. Клянусь, убей меня, Бог. Что? А ты всё, всё по порядку расскажи. А я уже всё рассказала. Кроме того, что по слабости здоровья надеются в больницу попасть. Это хорошо. А там стражи поменьше, да? Безумец. А как же ты в город попадёшь? Да так, как ты сюда, так я с вами туда. Нет, нет, красавица. Ну, ваши красные и белые дела не умеют. Что? Пусть. На тюрьму думаешь нападать? Зачем? Есть прощий ход. На квартиру начальника контрразведки. Без разрешения пойти на такую операцию верный трибунал. Скажут, личное дело. Личное? Она что, в разведку по личному делу ходила? По-моему, так должно у нас быть. Кто посылает, тот и спасает. Стой! Стой, стой! Стой! Выходи! Выходи все как один! Выходи все как один! Выходи все как один! Выходи все как один! Котичь на стопляшку! Кто тут Наста? Я. Проходи к нам. Что додас его, Настя? Мы на полавах. А теперь показывайте, кто тут удач? Иначе всем крышка. Ну, кто тут удач? Я. Гришка! Гришка, сынок! Гришку убили! Ну, теперь поминай тьяволы! Как тебе злая революка! Олеша! Что ты, милая? Что ты сделаешь? Казаки! По коням казаки! Молодец! Молодец! Голубчик! Сынок! Курить есть? Есть! Оправдал! Оправдал надежды, оправдал! Вот, вот, отец! Ваш высокопревосходитель столько корла поймал! Я в этом подлеце сразу себя узнал! Орла мы пока еще только за хвост уцепили! Но не надо забывать, что у него еще и крылья есть! Ничего, 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 не улетит! Нет, я его самолично, собственными руками, на самый высокий телеграфный столб! Чтобы всем 14-ти державам, особенно генералу Жоберу, видно было, как он там барахтается! Отправить к прадцам дело не хитрое! А не вы ли, ваше высокопревосходительство, учил и успокаивать неугодных примерной казнью? Ну, может быть, поэтому, Андрюша, и сводки самого катастрофического содержания! А чего там, еще несколько нажимов, и вот где у нас будет Москва! Не теряйте головы, генерал Шкуро! Возьмите себя в руки! Мобилизация провалилась! На фронте дезертирство! В некоторых полках осталось по 200 штыков! Фураж берем под угрозой казни! Крестьянство настроено враждебно! Хорошо было бы ослепить солдатчикам глаза хотя бы на недельку! Переходом к нам Дундича! А на фронте каждая минута имеет особую цену! Да! Выходит, мы с тобой сделали полдела! Подбирай там под него ключи, отмечки, ну, что хочешь! А то в Ставкины очень довольны, что я тебе самолично нацепил, полковни Чапованы! Ну, действуй! Олег! Ну? Ну что? Что? Смотри в глаза! Ты с кем? Ммм! Уходишь от ответа! Никогда не думала, Олег, что ты можешь мне задать такой вопрос! Так, как же ты сюда попал? Да я тут же, в этой же тюрьме! Они хотят, чтобы ты перешел к ним! И послали меня уговаривать! И ты согласилась? Только потому, чтобы увидеть тебя! Можете говорить, что тебя расстреляют! Если ты вернешься! Ничего, ничего, это кажется тот случай, когда Ходжич вправо! Да что ты говоришь, они же просто запугивают нас! Так, трудно, трудно будет оказаться Ворошиловой и Буденовым! А есть, что труднее встретиться с Дашним отцом! Неужели? Кончилось свидание! Выходи, женщина! Выходи, выходи! Нечистый дух! Стань с ним! Пошли! Нечистая сила посетила нас, батюшка! Батюшка, батюшка! Ах! Чах! Господи, спаси, боже мой! Аминь! Пшшш! Никто вас, если не убивает, что вы? Пшшш! Креста на вас нет, казачки наши дорогие! Мы не ваши, матушка! Буденовские! Ах! Ах! А мы нейтральны! Убей Бог нейтральны! Мы знаем, как Бога! А мы ведь можем шлёпнуть, если часок другой не выдержите нейтральны позиции, батюшка! Поняли? Поняли? Ладно! А что это за позиция, батюшка? А позиция будет такая, матушка! Сядем за стол! Сядем, пошли! И будем тут царь, пока самовар не остынет! Ничего, ничего! Вставай, вставай! Это не сон! В чём дело? Не сообразил? Проспал, господин! Есть город в ваших руках? Нет! Пока только твоя квартира! Поздно цими! Сорвин? Православец! Удывайся! Это он хотел нас расстрелять! Сядьтесь! Да, да, поросни... Удывайся, удывайся! Говорите, что я должен сделать, чтобы сохранить свою жизнь! Что хочешь? Приво! Позови свой автомобиль! Айди! Ну! Дежурного офицера контрразведки! И учти, ежели в один вин до сечку, да, четыре других не промахнутся! Говорит, ходжич! Машину... Брз, быстро! К моей квартире! Наравно, потребна тебе и потврада за освободение Дундича! Игали! Добро! Шайту! Поговарь! 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 Неосторожно действуйте. Наверно, сопротивлялся. Да, дурак. Угу. Так, а что не у той исправи? Добро. Вычишь там, где и твой шофер. Понятно. Действуйте спокойно. Я свою жизнь отдавать за Дунгича не собираюсь. Молодец. Пошли, Ваня. Ну что ж, будем ждать его звонка. О! И ти си ми познат, земляче. Я тебе добро знам, земляче. Когда же они его убьют, батюшка, лопну, правильно? Ну, ну. А может, мы так молчком посидим? То лучше удается, когда человек делом занят. Почему нет звонка? Не отправил ты наши последние записки в тюрму? А? Слушаю. Слушаюсь. Подтверждай. Ну. Да. Моя записка. Моя. Моя. Смотри, а не это, смотри. Товарищ командарм, по вашему приказанию арестованный Дуньдич доставлен. Хорошо. Можете идти. Ну, говори. Рассказывай. Что можешь сказать в свое оправдание? Нет оправдания? Перед вами нет. Перед своей совестью есть. Что? Что же? Твоя совесть выше нашей? Нет, товарищ командарм. Я хотел сказать, что меня мучила совесть за то, что неопытного человека послала в разведку. А за то, что людей вовлек в эту дикую операцию? И за то, что погибла Даша? Ты собираешься отвечать? Обязан. Вы ведь офицер. Я этого никогда не скривал, товарищ дженер Ивана Совета. Я не о том. Вы как офицер. Что должны были принести нам? Дисциплину, боевой опыт? А вместо этого распущенность? Ты что думаешь, у товарища Ворошилова семьи нет? Или у меня вместо сердца камень? А у бойцов? У бойцов, я тебя спрашиваю. Девчат нет любимых? Да ежели бы все такое позволяли, конь армия где бы была? На печках? Под боками у ба? Ты знаешь, что тебе за это положено? Самое суровое наказание, товарищ командарм. Расстрел! Вот все. Умереть, по правде говоря, с позором не хочется, товарищ командарм. Так что же прикажешь с тобой делать? По-моему, раньше всего его надо накормить. Тимир Михайлович. Да. Голодный? Так точно. Не верю. Садись. Еще добавить? Хватит, Климент Ефремович. Это ж хитрость. Чего он ждет? Чтобы злость у меня прошла. А ну встать, как полагается. Ну что это? Что это? Эх, босяк. Прости его, Климент Ефремович. Дадим повод всем так поступать. Подумать только. Первый дезертир в конармии. За все походы ни одного. А тут на тебе такое. Даже среди рядовых. Да что там, среди обузников такого не найдешь. Конечно, расстрелять за такое следует. Перед всем строим. Но ты хитрый. Знаешь, что тебе жалко расстреливать. Поэтому он нас и не боится, товарищ Морошилович. Не боишься? Нет. Люблю. Ох, хитрый, изворотливый, а. Эх, была бы тюрьма. Я б тебя законопатил за такое дело. Тюрьмы нет. Вот именно. В штрафных рот тоже. Деваться некуда. Остается передать дело в трибунал. Что? В трибунал? После гражданской войны. А, ну да. Прямо жаль было глядеть, как тут маялась одна, поджидая вас. А где же она? Да тут ходила. Глукала возле. А как появились, напужавшись, утекла. Спасибо. Олега, Олега. Олега. Ну что? Что, Олега, ну что? Говори, так волнуйся, даже руки дрожат. Говори же, говори, что будет. Только, пожалуйста, не бойся. Я буду спокоен. Говори правду, только правду. Не бояться? Нет. Еще правду сказать? Да. За такую можно жизнь лишиться. Дурак. А влюбленные все такие. Барин! Барин! Ваня! Какое нахальство! Что случилось? Наше положение настолько надежно. И что? Русское слово. Ну, ну, и что же? Гляди, что они себе позволяют. Наше положение настолько надежно. Вот. Что командование добровольческой армии может разрешить себе. Слушай, слушай. В честь приезда представителя Антанты генерала Ренуара устроить бал под носом у самого Буденова. А я там буду. Ну, это же невозможно. Почему? Усы у тебя уж очень известны. А с брить-то не согласишься. А я там буду незримо. Это как же. А вот, читай. Его превосходительство генералу Шкуро. Точно. Интересно. Два черта ноября. А? Остроумно. Очень остроумно, но сейчас не до театральных представлений. Разгром группировки Мамонтова и Шкуро откроет дорогу на Москву к украинскому хлебу, к Донецкому углю. В Москве начались морозы. Электростанции стоят. Рабочие получают по восьмушке хлеба в день Ленина. Сюда и целью. Задача не только их боеспособность разведать, но и нервы врага изведать. Узнать, как они там. Подвержены панике или нет. Это первое. И потом, надо раз и навсегда отбить охоту Антанти, заглядывать в Россию. Да нет, кроме шуток. Бить в лоб, форсируя две реки, когда у них там шесть-восемь дивизий, дело нелегкое. А кто будет наручным? Ведь важно с эффектом вручить. В самые руки его превосходительство, генералу Шкуро. Да когда я писал письмо, думал тут об одном артисте. О Дундиче ты, конечно, думал. Признаюсь. Да, но ведь он побывал в плену. Могут распознать. Хорошо его знал только начальник контрразведки, но как доложил Дундич, таковой уже не числится в живых. Ну, так тогда и думать не приходится. Дундич все это проделает в лучшем виде. Определенно. КОНЕЦ Телеграфируй, болван. Есть. Состав генерала Ренуара задержать до моего особого личного распоряжения. Это необходимо. Дальнейшее продвижение опасно. У города шныряют отряды Буденова. Почему вы без разрешения врываетесь? Врываетесь. Это без мать, пермиссион, капитан. Руки вверх! Вверх! Самоубийца. Кто принял? Коментант станции капитан Архангельский. КОНЕЦ Почему Марсельез? Французский гимн, она не Леонидович. Стыдно не знать. Для них гимн, а для нас похоронный марс. Я не понимаю, что он говорит. Он говорит, что ему поручено передать генерал Мамонтов и генерал Ренуар. Нет, генерал Риккинвуар. Я не понимаю, что он аут. Пардон, мой генерал. Я способен по-русски. А, хорошо. Свободно. Свободно? А. Мне поручено доложить, что генерал Ренуар очень жалеет, что партизаны перед самым городом и саботой проводили путь. И еще больше сожалеет, генерал, что об этом не был предупрежден. Где хочешь жить? Позвать. Слушайте. Утром генерал любезно просит вас, генерал Мамонтов и генерал Шкуро, доварь ламабилитет, что луи дамамата к себе. Я прошу вас, капитаны, еще до того, как мы увидим генерала Ренара, довести до него сведения, что на тех, которые не приняли мер, чтобы генерал Ренар мог пребать вовремя и не приутомляя себя, будут наложены самые строй и взыскания. Генерал Шкуро, блистательный наездник и проститель лирик. Сожалею, что генерал Ренуар не присутствует на балу в его честь. Надеюсь, капитан будет нашим гостем. Генерал Шкуро, представьте офицеров. Отец родной. Господа, приказываю принять капитана дядь Егор. Дервия. Дервия, как самого дорогого гостя. Да. Командир 4-й кубанской дивизии генерал Фрулло. Командующий 5-й Тонской генерал Ренуарев. Командир Волчий сотни. Генерал Шкуро. Полковник Суслык. Командир офицерского добровольческого полка генерал Алексеев. 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 Командир чеченского полка смерти ротмист Чичавейдзе. Чачаидзе? Чичавейдзе. Командир дико-дивизии генерал Зайчик. А где же знаменитые русские артиллеристы? Тоже здесь. Командир дивизиона броневиков полковник Жилинский. Командир особого конно-артиллеристского полка полковник Николаев. Командир артиллерийской бригады полковник Туманов. Моя жена Надежда Ивановна. И наша дочь Ирина Сергеевна. Мадемуазель. Господа, прошу, в столу. Мадемуазель. Мадемуазель. КОНЕЦ Павле! Павле! Познакомьтесь! Адъютант генерала Рануара. Капитан Дерлина. Полковник Ходжич. Мој жених. Ирина! Прошу вас, оставьте нас на минутку. У менян неотложни и очень важни делавой разговор с капитаном. Ну, здраво. Давно нисмо разговарали приятелю. Убил си, мислиш. Грешко не е никогда касно исправити. У мене послышался быстренько. Хоў! Никогда не мог подумать, что в 20 веке русские стреляются из ревности. Господа! Господа! Все сюда, господа! Что тут получилось сделать? Подождите, мамочка. Ну, шо тут произошло? Увидя меня с адъютантом Рануара, Капитан Дерлина попросил меня удалиться. Через секунду был выстрел, и потом я его уже достала в такой позе с посмертным письмом на груди. Какой же он и посмертный, раз воно на груди. Эй, Дерлора! Кому это письмо? Вам, ваше превосходительство. Ну и читай. 24 ноября в 6 часов утра прибуду в город. Остой! Как же в 6, когда уже в 7-7? Ну, читай, читай. Приказываю вам, генерал Шкуро, выстроить все контрреволюционные силы. А, это не бойся, ты читай. На площади у круглых рядов, где вы вешали рабочих. Командовать с парадом приказываю вам лично. А кто це підписав? Кто це підписав? Будённый? Что ж? На улицах бои, ваше сухопроисходительство. В город ворвались красные. Какого же черт грел? В машину у вас. Слушаюсь. ! Клейка! Что? Брунцович! Сумас спятили. Князь Сакадзе, капитан Эрвил, капитан Эрвил, уничтожен! Здравствуй, Галя. Ну? Что? Что поделаешь? Смешно. Невеста в рваных сапогах, в лаптной гимнастерке и в кожанке с чужого плеча. Это что? Вот венчаться как? Не звать же нам папа? А что, если хорошенько попросить священника, чтобы только в брачную книгу занес и больше ничего? Просит. Без церковного обряда отказывается. Говорит, против Бога не пойду. Что придумать? Олег, а может быть отложен до лучших времен? Отказывайся. Так и говори. Ну, сам скажи. Может невеста в таком виде садиться за свадебный стол? Конечно, нет. Нашу невесту ничуть не хуже других. Ваня, показывай! Не беспокойтесь. Все честно. Небольшую венку предприняли. Я, например, за это дело ближних вина отдал и три паски кременчукские махорки. А я хлебный паёк за три дня подсобрал. А мне этот подарочек одна сознательная старушка вручила. Ей-богу добровольно. А? Я только рассказал, что к чему, а она, пожалуйста, со всей душой отдала. А я поздравляю! Спасибо. Спасибо, дорогие, но не в этом дело. Понимаете, просто хотелось, чтобы все было, как мечтала. Извините. Прошу за стол. А кормиться можно, считая и безбрачной книги. Я, например, что предлагаю? Составить протокол и у него все подписаться. Да, что добровольный, по согласию, муж и жена. А если бы обратиться к комиссару, он даже дивизионную печать для крепости кременчук. Так что горько и все. Горько! 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 Г ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ